Всем привет! С вами Юр Кураж, и мы продолжаем проходить ВСН-2. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили на том, что Дуган вышел из комнаты и оставил роботов убивать нас. В общем-то, в этот раз, с этого момента мы и продолжим. Нам надо отразить как-то их нападение. Ну, я надеюсь, здесь никаких сюрпризов не будет, в виде, там, не знаю, пушек по бокам и ещё чего-то. Потому что, если нет, то, в целом, они до нас даже добежать не должны. Но это мне так эта история видится. На практике, чёрт его знает. О, там ещё снизу роботы. А, нет, не снизу. Оп. Э. Ну, так, как бы... Оу. На, ну, нет, это тоже вроде несерьёзная какая-то фигня. То есть, он же сейчас не сядет в какой-то суперпод для суперробота. Нет, там вроде просто какие-то осветительные штуки. Тогда, думаю, что мы как-то справимся с вами со всем этим. Давайте потихоньку подходить всеми вперёд. То есть, можно, конечно, дождаться, пока роботы к нам прибегут. Но, сомневаюсь, что мы дождёмся. Эм, блин. Так. Ну, и все как-то вот держатся по краям. Ох. Пушка. Сволочь. Эм, она прицелилась в Слика. Ну, знаете, окей. Если Слик получит из пушки, мы как-то это можем пережить. Хотя, скорее всего, мы можем эту пушку... Не, она далековато. Радиус у неё, конечно, адский. Даже колдай до неё не достреливает. Ау. Но колдай и рабочего не смог с одного из стрела прибить. А жаль. Так, ну я надеюсь, здесь вся опасность именно в этой пушке. Потому что, если тут есть ещё что-то... Потому что роботы вроде как, ну, обычные роботы. Мы уже таких миллионы перебили. Я думаю, пил станет где-нибудь здесь, чтобы, если что, сразу помочь Слику. А вот Физипи может подойти вперёд. Даже вот так. Попытаться пострелять. Во. Она одного робота видит. Да что, что будешь делать? Ну, как так? Эх. Так. Окей, медведица выйдет чуть вперёд. Давайте попробуем другого робота застрелить. Отлично. Так. И Ральфи. Интересно, если Ральфи выйдет вот сюда. Да, он дотягивается? Да, дотягивается. Отлично. Так. Ну, а Слик попробует вот здесь вот в укрытии встать. Всё-таки. На случай, если его этой мизонной пушкой уж очень крепко приложат. Но я подозреваю, что эта штука может и промахнуться. Уморите, варвары. Ха-ха. Кричит тетя Роза. Мда. Так. Смотрим, что делает пушка. Оу. Она всё ещё заряжается. Так. А вот эти два робота-пылесоса, блин, начинают потихоньку куда-то двигаться. Эмм. Так. Ладно. Во. Вот сюда мы подведём пилс. И устроим засаду. А гамма-бластер, гамма-бластер под окном валяется. Хм. Я так подозреваю, что вот до того чувака... Не, не дострелим. Далеко. Окей, будем потихоньку всех вперёд выводить. Так. Товарищ Ральфе с деревьей в засаде сядет. Ну, и я думаю, колдайчик подойдёт вот сюда. И мы оценим сейчас ситуацию. Этого мы вообще не видим. О, зато в пушку можем пострелять. Давайте попробуем ей отстрелить. Ээээ. Да. Прицельно смысла отстрелять нет. Просто выстрелим. Во. Ну, а Слик тоже подбежит, пожалуй, к нам. Не, в укрытие он не сядет. Ладно, давайте вот здесь Слик постоит. И, смотрите-ка, тётя Роза может в неё сандалить. Прошу прощения, реальная жизнь внесла свои коррективы вновь. Ух. Ха. А пушка что-то, кстати, долго заряжается как-то. Вот прям преступно долго, потому что при такой скорости зарядки она не выстрелит. Или нам надо этой пушкой вот эту дверь вынести. Ха. Будет интересно, если мы такие хоп-хоп-хоп убили пушку, и из-за этого не можем открыть дверку. Так. Ну, пушки хана. Ништяк. И теперь, я думаю, чуть-чуть мы народ вперёд выведем. Угу. Ну, вот тех самых роботов мы не видим. Ну, и можно выводить Слика, потому что всё, ему больше ничего не угрожает. Ну, мишенью он у нас поработал. Хе-хе. Так. Шанс попасть в 100%, но мы не видим даже в кого. Есть такой нюанс. Вот так получше? Да не особо. Всё равно чувак от нас скрыт. Ладно, устроим засаду. Ммм. Тетя Роза тоже придёт вперёд. И тоже встанет в засаде. Так. Ну, и Пилс, видимо, будет у нас главным бегуном. Во. Мы, наконец-то, видим этого чувака. Легче нам от этого не становится, потому что все наши стрелки, увы и ах, слишком далеко. Ага. Вот, наконец-то. Так. Дали ему мы о себе знать. Ну, и добиваем. Раз. А вот в этого мы не можем попасть, потому что обзор перекрыт. Давайте подойдём вот сюда. Лучше? Не, не лучше. А вот так? Вот так вроде да. Я просто очень боюсь, что эти тараканы всё ещё могут ожить. Особенно после Аверного, когда ты, типа, босса пилишь-пилишь, он такой хоп и вызывает все ещё подмогу. И ты думаешь, ну, блин. У меня уже создаётся ощущение заговора. Потому что реальная жизнь вносит коррективы ещё раз. Как-то она зачистила. Ну да ладно. Надеюсь, пока ничто нам не помешает какое-то время. Фух. Ну и в теории всё. Да, вроде со всеми робитами расправились. Можем продолжать наш путь. От мизонной пушки остался какой-то ништячок. Да? Ну, судя по тому, что он серый, он нам не поможет. Ну и лучше ничего мы не можем придумать, как следовать за Дуганом в новую цитадель. Плохая идея. Чёрт побери, рейнджеры. Убить вас очень непросто. Ладно, вам всё равно не удастся сорвать это вторжение. Я сам с вами разберусь. Роботы в атаку. А у меня вопрос. А где всё-таки наши? Ух. Ух. Где все наши ребята, которые... Боец с пистолетом. А где он вообще? Где этот хмырь? Ладно, пистолетчиков мы не очень боимся. Вот Дуган, конечно, нам определённые неприятности представляет. Давайте попробуем вот этих чуваков. Сразу убрать. Ай. Ну потому что пистолетчики, это реально не главное из наших бед. Далеко. Вот, тем более, чувак ближний бой побежал. А тут у нас пилс. Во. Я думаю, если Дугану зафигачить по рукам... Э, по рукам недоступно, ладно, по ногам. И, наверное, присядем просто. Но зато в этой битве сможет себя по полной показать наш друг Слик. Я вот думаю, может, с Дуганом потихоньку расправляться, да? Ау. О, тем более, эта дрянь бронированная. Тогда сейчас Ральфи и Пизипи могут ему устроить просто полный трэш-угар и дестрой. Угу. И еще и одиночного в бошку ему засадим. Вот так. Ну, чуваки с импульсными пушками, хоть и неприятные, но их мы как-то переживем. Так, теперь вопрос. Что лучше, Слику подбежать к Дугану и захреначить его? Я думаю, да. Я думаю, это будет вообще самый ништяк. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Слик. И пригнемся. Слик прям показывает себя настолько хорошо, насколько можно. Так. Ну, и я думаю, Дуган даже до второго своего хода не доживет. В общем-то, это прекрасно. А теперь осталось продержаться. То есть, сейчас нам будут делать больно со всех сторон. Но, в теории, и... Пилс. Черт возьми, надо же было вам именно Пилс свалить, твари проклятые. Из всех. Вот. Реально. Ладно. Ох. Так. Ну. Блин. Не убьем. Можно одиночным, кстати, выстрелить. Для начала, для проверки. Отлично, убили. А теперь очередью зарядить... А... Вот в этого товарища. Где он там? В бошку попробуем. О! Ну, он сразу пытается найти другое укрытие. Эх. Так. Ну, братишка Слик, наверное, будет разбираться вот с твоей головой. Прям ее срежет. Ху-ху-ху, Слик. Блин, вот, конечно, в таких делах Слик прям мастер. Прям вот... Вообще... Не отнять у него. Так. Все, осталось совсем чуть-чуть. Интересно, мы можем пил стыки поднять? Да, у нас есть пара аптечник. Эх. Уф. Ау. Твари, сволочи. Фу. Тяжело. Тяжело. Их. Ну, вот этот бой, собственно говоря, он из нас и делает. Из мальчиков мужчин и так далее. В общем-то, здесь проверяется наша крепкость. Но, к счастью, остался последний робот. А, ну и патроны у нас потихоньку подходят к концу. Да. Давненько такого не было. Но если учесть, что это, типа, ну, один из боссов игры, то, мне кажется, мы пока справляемся, ну... Ну, справляемся, ладно. Я хотел сказать, что неплохо, но... Значит, Матфей создал фальшивого врага, чтобы выглядеть героем. Умно. Так, давайте сразу получим всем повышение. Потому что надо бы подлечиться. Так, мы перезарядились. И после автосейва обязательного... Цитадель рейнджеров. О! Вертолет, который нас отвезет домой? Хм. А, ну правильно, они же собирались атаку на Цитадель устроить. Точняк. Угу. А, тогда, я думаю, стоит немножко подлечиться. Мы подлечим Пизипи. Полагаю, что у вертолета горючее не закончится. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Здесь еще просто есть ящики и... Ну, предполагалось же, что мы сюда придем и их откроем. А, мы, кстати, вот внутри той самой базы, в которую пришли. А меня немножко только парит, что мы не нашли наших комардов. То есть, где Анжела Детта, где все остальные? Их бы нам увидеть, и им не было, конечно, спокойнее. Так. Все. Вроде все, что лутается, облутали. Я надеюсь, вертич без нас не улетел, мне вертич никуда не денется. Вертич стоит и ждет, молодец. О, не все. Ух ты, миниган. Но он нам не нужен. Банально, это уже хлам, который нам с собой носить, ну, ни к чему. Полетели. Ох, йо. Ох, йо. Трындец. Полный трындец. А кто эти люди? Это, я надеюсь, рейнджеры, а не какие-нибудь рейдеры и прочие. Хреновое возвращение домой, верно, рейнджеры? Как вы смотрите на то, чтобы искупить свою вину за неудачу в Лос-Анджелесе, где вы так и не смогли остановить этих взорвавшихся роботов? Ммм. Сэр, приносим извинения за то, что не смогли остановить их в Лос-Анджелесе. Мы сделали все, что смогли. Ну, нифига себе, наезд вообще. Я знаю, и поэтому ни в чем вас не виню. Нельзя надеяться на то, что одна единственная команда сможет остановить целую армию. Просто предлагаю вам возможность взять реванш. Чувак, ты нас только что обвинил. Да я бы вот в реальной жизни, я бы тебе просто показал средний палец, сел бы обратно в вертолет и улетел к чертям. Ужасная картина, сэр. Как это случилось? Уверен, вы и так прекрасно все представляете. Но хотите знать кровавые подробности? Ну и ладно. Вертолеты Матфея налетели на нас с запада, как рой шерстней. Шершней. И сбросили синтов из карпитронов прямо к нам на порог. А те вскрыли нас, как чертов грецкий орех. Вот что здесь произошло. Теперь мы здесь, снаружи, а не внутри. И Матфей каждые пять минут кричит нам о том, что очень скоро он вернет Кочиза к жизни. У нас даже не было возможности закончить маленький прощальный подарок, который мы собирались им оставить. Подарок, сэр. Именно. Мин как раз соединял ядерный заряд Дэви Крокет из нашего музея с парочкой боеголовок, что были у нас на консервации. Мы собирались подорвать эту штуку после того, как в цитадели соберется вся армия Матфея, но они захватили наши позиции и убили Мина до того, как он все закончил. Если бы нам удалось вернуться в его мастерскую и привести бомбу в действие, мы бы гарантированно избавились от этих ублюдочных роботов раз и навсегда. Сэр, вы хотите взорвать ядерный заряд внутри цитадели рейнджеров? Разве это не попахивает крайностью? Устыдные рейнджеры — это не одна лишь цитадель. Неважно, какое место будет нашим приютом, мы останемся все той же силой, что действует во благо людям. На мой взгляд, это не самая большая цена за уничтожение этой механической язвы до того, как она разрастется на всю Аризону. Конечно, если вы найдете другой способ решить эту проблему, я всегда готов пойти навстречу. Сэр, он и в Лос-Анджелесе говорил о возвращении базы Кочес к жизни. Не понимаю, как Матвей хочет это сделать, если сам он сидит здесь, а база Кочес находится в сотне милях к северу отсюда. К тому же, при прошлом посещении мы оставили от нее одни домоящиеся развалины. Но если это ему все же удастся, у нас будут очень большие проблемы. Однажды мне уже пришлось сражаться с бесчисленной армией роботов-убийц, и я не горю особым желанием делать это снова. Говорю от себя лично, чтобы избежать дальнейшего риска, мы должны надрать ему задницу прямо сейчас. Что вы задумались, сэр? Итак, мы известили об этой ситуации всех своих союзников и сформировали объединенную ударную группу, которая должна освободить цитадель. Но нам не хватает головного звена, опытного отряда, который уже имел дело с этими ублюдками и знает, что они из себя представляют. Боюсь, всем этим требованиям соответствует только ваша команда. Кроме того, если согласитесь взять меня с собой, я готов поработать вместе с вами. Вы по-прежнему будете отдавать приказы, но этот Матфей меня слишком сильно задел. Не хочу пустить возможность расквитаться с ним лично. Ну что, пойдет такой вариант. Спасибо, сэр, но нет. Мы бы хотели разобраться с этим сами. Это был риторический вопрос, тупица. Я иду вместе с вами. Ха. Вот так вот, да? Блин. Ну и нафиг он к нам напросился? Тем временем у нас есть торговцы. И я так полагаю, что это наш финальный шанс вообще что-то купить, продать. Приветствую, ас-рэнджеры. Наше знакомство было недолгим. Но вы ведь спасли меня, вытащив мою тележку из грязи. Так что я не мог не завернуть к вам сюда с предложением помощи. Я привез кучу разных припасов. Когда вы неслись по Аризоне, я шел за вами и собирал всякие полезные штуки. Ребята, вы оставляете за собой поистине драгоценный след. У меня тут море всякого барахла. Я очень хочу вам помочь, поэтому готов отдать все по очень разумным ценам. Что? Ну, мне ведь надо чем-то кормить своего козла. Ха-ха-ха. Хорошо. Ну, конечно, странный подход. Вот, типа, поскольку вы мне помогли, я вам продам ништяки по хорошим ценам. Ну, ладно. Так, а у нас патроны 50, по-моему, используются, да? То есть вот этих патрончиков купить. Давайте купим тетушке Розе немножко на хирургию. И для первой помощи еще всякую фигню. Так. Ну, и давайте посмотрим, что у нас. А-а-а. Роза перегружена. Насколько она перегружена? Немножко, на самом деле. Если вот это выбросить, вот это передать. А-а-а. 7,62. А здесь 50-й калибр. То есть вот эти патроны можно передать медведице. А ей, кстати... Кто у нас еще полту с юзет-то? А вот с патронами 50-го калибра у нас внезапно начинаются сложности, да? Да, таки начинаются. Ну, да ладно. Колда, я думаю, с ней поделится, ну, каким-то количеством. Так. А, да. И, собственно говоря, я что смотрел? Я смотрел броню. Раз, два. Да, два броника нам еще надо обновить. Ну, и здесь G41 мы можем продать. Давайте еще раз. Мы покупаем два броника. Раз, два. И продаем. Прям от группы. Вот это. И вот это, кстати. Шикос. Давайте смотреть. Раз, броник. Два, броник. Так, ну и там есть доктор. Стоп, давайте снова. Все-таки. Чтобы уже не таскать броники. И, кстати, еще штаны, рюкзаки и прочую фигню. Так-с. А здесь у нас рейнджер. Этот бывалого вида рейнджер выглядит усталым и напуганным. Он дрожит и что-то бормочет себе под нос. Мне бы ни за что не хотелось снова оказаться рядом с ними. Я позабочусь о людях, которые здесь находятся, но к тем чудовищам даже близко не сунусь. Кто-то может нас вылечить? Так, сейчас посмотрим, чем я могу вам помочь. Окей. Хорошо, теперь все в порядке. До свидания. Ну, вот. В общем, потихоньку настает момент истины. Ха. И тут народ вроде как с нами вызывается идти. Рейнджеры, как хорошо, что вы снова здесь, ребята. Может кто-нибудь из вас меня подменит. Уй-ю-ю. Ой-ю-ю. Так. И чё? Такс. Ладно. Ну, я думаю, будем просто его расстреливать. Банально. Это самый вообще наш, наверное, лучший вариант действия. Потому что других вариантов действия у нас особо нет. Он даже не заметил. Так, медведица. Медведица сныкается вот тут. Так. Эй, генерал Варгас, ты... Ты... Что делаешь, дебила, кусок? А вот поэтому я не очень люблю, когда к нам присоединяются всякие неписи. Потому что от них зачастую бед больше, чем пользы. Но, но зато... Ох. Но зато энергетическое оружие там себя показало по полной. И слик. Ну, слик к нему не добежит, но хотя бы выйдет чуть вперед. Скорпиона мы почти заковыряли. Если сейчас Варгас от него не сдохнет... Ох. Ох. Не, Варгас не сдох. Но Варгаса придется лечить. Явственно. Ну что ж, Пизипя. Ой, Пизипя. Пилз. Пилз его из пистолетика добивает. А теперь надо лечить мать его генерала Варгаса. Так. Ммм. Ну и давайте... Давайте получим наше повышение. И, кстати, сразу очки навыков и вложим. А, Пилз у нас все по полной. Ммм. Ладно. Ну и пока прокачать нечего. Реально. Слик ждет своего часа. Медведица качает задиру, которая уже не нужна. Колдайчик немножко полевой медицины. Здесь у нас взрывотехника пока рановато. Тетушка Роза хирург по максимуму. И здесь у нас тоже хирургия. Ой, ей бы, кстати, наверное, аптечнику дать хоть одну. Чтобы она, если что, могла поднять кого-нибудь. Во. Шикос. Что ж, пора плавно продолжаем наш путь. Матфей, простите, рейнджеры. Цитадели вам больше не видать. Да. Однажды вы уже отняли у человечества ее судьбоносное совершенство. Больше я такого не допущу. Не нравится все это мне? 15 лет назад и базы Кочес со стражами создали первый гибрид машины человека. Я пропустил там что-то Ирвина, кого-то, кого-то. Ох, синт громила. Ну, синт громила нам синт с гранатой. Во. Нас больше всего смущает синт с гранатой. Потому что... Вот. И нас еще смущает синт снайпер. Остальные так себе. Ох. Хотя они, конечно, крепкие. И еще меня смущает генерал. Мать его, Варгас, нет. Вот это было мощно. Вот это нас просто взяли и положили. Как щенков. Ну, генерал Варгас, кстати, неплохо постреливает. Справедливости ради. Так. Ммм. Да, надо синт с снайперов просто убивать любыми методами. Потому что... Оу. Нет патронов. Ага. Видимо, придется чуть-чуть вернуться назад и купить таки этих патронов. Ха-ха. Слик сныкается вот тут. Так, мизонная пушенька. Но пушку я не боюсь. А вот снайпера пипец как опасаюсь. Так. Ну, еще разок. Готов. Ну и давайте все-таки тетю Розу как-то поднимем с земли, потому что негоже. Ау. Так. В общем-то, пока там пушка заряжается, мы можем спокойно расстрелять последнего вот этого синта. Главное после боя не забыть сразу же сбегать за патронами для всех вот этих вот лазерных приблуд. Ну и Слик, я думаю, может уже вполне бежать вперед на мизонную пушку с топором. Хе-хе-хе. Блин, но Слик. Слик просто внезапно под конец стал сатаной ходячей. Реально. Вот были бы у нее еще характеристики подобающие. Так. Так, пилс. Пилс может выйти вот сюда. Ну и, наверное, опять застрелит, да? У нас пилс всех добивает. Хе-хе. Да, смотрите-ка. Ну и посмотрим. У кого-то там было дофига энергии ячеек, при этом у Пизипи их нет вообще. Так. Раз. Все. У Медведицы нет. У Слика нет. Хм. Значит, у нас их в принципе не дофига. Окей. Быстро возвращаемся. Смотрим, че почем хоккей с мячом. И плавно на самом деле будем закругляться. Интересно, эти ящики можно облутать? Ну хотя, сейчас вот получать еще от своих вообще не хочется. Потому что это какое-то последнее дело. Так. Пизипи. Все. Что ж, на этом этот эпизод мы закончим. Как всегда, спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжает поддерживать наш канал. Ну и спасибо всем вам. Тут пару раз мешалась реальная жизнь. Ну, что поделать. У всех она у нас есть. Кроме, наверное, вот тех искусственных интеллектов, которые там нашу базу захватили. А эту базу мы как раз примемся с вами штурмовать в следующем эпизоде. В общем-то он будет, скорее всего, через два дня. И на этом спасибо всем. До встречи через пару дней. Пока-пока. Всем удачи.